Вы смотрите программу интервью. Сегодня мы говорим о реализации национального проекта безопасной и качественной дороги. Напомню, что сегодня в гостях у программы заместитель начальника главного управления строительства Андрей Чистяков. Итак, в самом начале мы с вами отметили, что более 120 объектов. Вы говорили, что все они разные. Самый масштабный, самый сложный объект в этом году, где нужно провести работы? Самые большие объемы традиционно у нас на дублерах федеральных трасс. Это те трассы, по которым можно где-то сэкономить и проехать чуть быстрее, нежели по федеральным дорогам. Шадринский, Ультровский, Ирково, участок Галышманово-Ромашево-Вагай. Это те трассы, те направления, которые позволяют немножко срезать. Они имеют и большую протяженность и испытывают наибольшую нагрузку по интенсивности движения и по массе перевозимых грузов, но и по массе транспортных средств, которые по ним двигаются. Обеспечение вот этих основных артерий, которые мы в последнее время называем опорной сетью, и они включены в специальный перечень автомобильных дорог, которые составляют опорную сеть Тюменской области. Вот на них уделяется самое большое внимание. Самая большая протяженность, самая большая трудоемкость, ну и так как это дороги достаточно высокой категории, самые большие затраты по финансированию. Обход города Тюмени – это тоже региональная дорога, ну то есть наша областная дорога в наших полномочиях, которая также требует очень серьезного внимания. Ну и в связи с тем, что как дорога обхода города Тюмени, так и направление на Тюмень-Боровский-Багандинский, вот это направление, трасса-дублер федеральной дороги, они очень высокой категории, первой-второй категории, поэтому также достаточно финансово емкие. То есть для того, чтобы обеспечить на них нормативное состояние, здесь требуется больше, в том числе и финансирования. Ну речь не только, наверное, о финансировании. Время идет, меняется подход к работе, меняются какие-то технологии. Мы можем говорить, что вот у нас все современное сейчас? Мы на острие буквально всех технологических вношеств, которые только можно придумать. Более того, вот у Росавтодора есть такой реестр новых и новейших технологий. Он является одним из показателей национального проекта, то, насколько мы активно используем новые технологии. Так вот, мы не только выполняем тот показатель по использованию этих технологий, мы их перевыполняем. Там и технологии по гидроизоляции мостовых сооружений, там лакокрасочные покрытия, какие-то ограждающие устройства, удерживающие устройства, барьерные ограждения, какие-то новшества в отношении добавок в асфальтобетон, полимерные бетонные вяжущие, которые у нас уже очень давно используются. Вот все эти технологии, я понимаю, что это звучит, да, немножко непривычно для обычного человека, но тем не менее, вот те, кто связаны с дорогами, те понимают, что действительно там для нас это вовсе даже не что-то новое или необычное, то, что требует там доказательства эффективности. Мы это постоянно используем. Если что-то появляется, всегда у нас есть такой небольшой полигон для испытаний, где мы пробуем и смотрим, как технология себя повела. Это для нас регулярная практика. Поэтому постоянно что-то испытываем. Вот в этом году какая-то новинка? В этом году, ну, у нас есть системы светодиодного освещения и управления освещением. Вот там несколько технологий, которые мы сейчас обкатываем. В плане проектирования этих технологий уже заложены. Только один участок в этом году мы реализуем в Юлторовске, на участке аварийно-опасном. Там не было освещения. В этом году мы его сделаем. И вот там опробуем одну из тех технологий, которые были нам предложены из реестра. Смотрите, само название национального проекта «Безопасные, качественные дороги» говорит о том, каких дорог мы хотим, к чему мы идем. Сегодня уже заметно, что наши тюменские дороги стали менее опасными, скажем, более качественными. Безопасность, безусловно, учитывается на всех этапах, на всех стадиях нашей дорожной деятельности. Начиная от осмотра содержания и заканчивая строительством и реконструкцией. Все мероприятия, которые мы планируем, учитывают и направлены, в том числе и на безопасность. Может быть, даже где-то в первую очередь на безопасность. Там, где с дорожным покрытием все хорошо, хорошие сцепные качества, но не хватает, например, каких-нибудь удерживающих устройств или того же освещения, о котором мы тоже уже говорили, это позволяет повысить безопасность. И показатели, вот есть три основные показателя, за которые мы боремся и сражаемся. Это общий объем количества ДТП, которые происходят на дорогах. Второе – это количество раненых, пострадавших в этих ДТП. И самый третий, самый страшный показатель – это количество погибших. В части национального проекта мы очень тщательно следим за количеством погибших. Есть целевой показатель, на котором мы должны достигнуть транспортный и социальный риск. Что такое транспортный риск? Это количество погибших в ДТП по отношению к общему количеству зарегистрированных транспортных средств Тюменской области. И количество погибших к общей численности населения Тюменской области. Вот эти два показателя у нас заложены в плане, что они имеют тенденцию к снижению. И мы это сейчас видим и понимаем, что мы двигаемся правильно. Бывают девиации, бывают такие случаи, когда, казалось бы, мы сделали что-то хорошее и правильное, сделали нормативную дорогу. Но там по другим причинам начали гонять, например. Слишком хорошо сделали. Да, слишком хорошо сделали. И у кого-то... Появилось желание проверить дорогу. Показать и проверить качество своего автомобиля. Он забывает о том, что не единственный участник дорожного движения. И, к сожалению, на некоторых отремонтированных участках мы можем словить обратную ситуацию. Для этого мы тоже анализируем, понимаем, что если участок прямой, как стрела, и мы на него сделали очень хорошее покрытие, то либо шумовые полосы, либо понимаем, что где-то там участки обгона ставим ограничения и напоминания. Даже знаки 90, которые за городом, как бы являются нормой, и, в общем-то, знаки устанавливать и не требуется. Но мы ставим напоминание и напоминаем, что участок, например, является аварийно опасным. И больше 90 здесь ехать не стоит, потому что, может, это плохо закончится. Если касаться города, то в городе Тюмени же тоже есть участки ремонта. Там меньше значим фактор значительного превышения скорости, как, например, проезд на запрещающий сигнал светофора или неправильное перестроение, поворот налево, выезд на запрещающий сигнал и осуществление маневра. Вот по этим причинам в населенных пунктах больше возникает ДТП, и встречные лобовые столкновения, которые там появляются, конечно, тоже приносят вот этот вот негативный эффект. Там другие подходы к тому, чтобы побороться с такими нарушениями. Это фотовидефиксация на перекрестках, это также предупреждающие знаки, это регулирование светофоров таким образом, чтобы не было пересекающихся фаз, чтобы выезжающий на перекресток автомобиль мог смело совершить маневр, точно зная, что никто из встречных направлений при этом не может двигаться ему навстречу. Есть специальные такие режимы, которые позволяют это сделать. Ну и очень большой эффект по пешеходам дало то, что светофоры настроены сейчас таким образом, что они ни в коем случае не пересекаются с автомобильным движением. То есть если идут пешеходы, это значит, что все остальные стоят, и автомобили в принципе не двигаются. Вот эта настройка позволила очень существенно снизить количество пострадавших именно пешеходов на регулируемых переходах. То есть последние вот там несколько четыре года мы прям видим, что колоссальное падение произошло в результате вот этого мероприятия, очень эффективно. Ну и есть, конечно, и другие мероприятия, которые также позволяют повысить безопасность в городе и загородном. Это, как правило, разные мероприятия. Ну, безопасные и качественные дороги у нас создаются для жителей. И мы с вами уже говорили, давайте еще раз напомним, что также жители могут принять участие, заявить об объекте, который может поучаствовать, войти в программу. Как это сделать? Да, безусловно. Я уже сказал, что не все дороги участвуют в национальном проекте. Это вот только те, которые входят в границу агломерации и региональные дороги. Но вне зависимости от того, где житель видит какие-то недостатки по дороге, он может обратиться даже в несколько источников. Можно в администрацию по месту жительства. Там всегда можно найти, чья это дорога и кто ответственный. Потому что на дороге бывают разные ведомственные принадлежности, но это не должно интересовать человека. Он должен обратиться. И его сигнал получит продолжение и дойдет до того человека, кто будет ответственным за эту дорогу. Во-вторых, есть электронные каналы связи. То есть это и платформа обратной связи, это через госуправление, сайты Тюменской администрации, сайты областной администрации. Везде на каждом из этих ресурсов можно нажать обратную связь и написать в обращении, обратить внимание властей на тот участок, который кажется обойден вниманием. Ну, как я уже сказал, мы про все участки дороги знаем. И в плане все эти участки ненормативного состояния отранжированы. Мы понимаем, в какой год, на какой участок мы придем. Но вдруг мы про что-то забыли или человек просто хочет обратить наше внимание и спросить, например, у нас, а знаем ли мы про... В конце концов, узнать, когда этот объект стоит на работе. И подав сигнал от себя, он может получить обратную связь и понять, что да, мы знаем про то, что эта дорога или этот участок в плохом состоянии, и мы туда обязательно придем, вот там, тогда-то. И тоже обратная связь. По итогу вот этого сезона дорожного к какому нормативному состоянию мы должны прийти? По дорогам агломерации мы должны выполнить показатель 82% нормативного состояния. По дорогам региональным это будет в 62,6, если так, если округлить. Насколько это выше, чем вот по итогам прошлого года? Это небольшой прирост. Что касается региональных дорог, это где-то 0,13% прироста. По дорогам агломерации это где-то около процента. Но, то есть, кажется, да, это незначительные цифры. Но нужно помнить, что общее количество, общая протяженность дорог, которые входят в национальный проект, даже входят в национальный проект, это 11 тысяч километров. И для того, чтобы прирасти на десятые доли процентов, необходимо ремонтировать вот тот объем, который мы уже проговаривали, там, более 100 километров только в рамках национального проекта, не говоря уже обо всей сети автомобильных дорог. То есть, в целом, если считать и муниципальные дороги, и региональные, и федеральные, мы ежегодно ремонтируем порядка 700 километров автомобильных дорог. То есть, это все для того, чтобы прирасти на эти незначительные количества процентов. Ну, 13-1%, чтобы достичь вот этого показателя. То есть, для того, чтобы была вот эта положительная динамика, нужно сохранить все, что есть, и еще немножко прирастать. И вот расчет простой, математический приводит к тому, что мы ремонтируем 700 километров ежегодно. О планах на следующий год уже можно говорить в рамках национального проекта? Нужно сказать, что в объемах мы останемся на том же уровне. Естественно, что... Объемы и финансовые, и количество объектов, и километраж. Да, примерно вот эти объемные показатели и по финансированию, и по количеству объектов, и по протяженности ремонта, они где-то будут оставаться на том же самом уровне. Что, спасибо вам большое за информацию, за интервью. Я напомню, что вы смотрели программу интервью. У нас в гостях сегодня был заместитель начальника Главного управления строительства Андрей Чистяков. Мы говорили о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...